Мир вам, братья и сестры! Слава Иисусу! Иисус наш жив! Я сегодня хочу проповедовать на тему сосуды, которые употребляет Бог. Сосуды, которые употребляет Бог. Представьте себе такую ситуацию. В наш город решил приехать большой человек, например, президент. А потом вам позвонили и говорят, президент решил заночевать в вашем доме. Так, в обычной обстановке, чтобы знать, как жители этого города живут. Скажите, кто от этого больше выиграл? Он или мы? Кому было бы приятнее все это? Безусловно, вы можете сказать, что это не вполне реально. Но это актуально для каждого человека. Поэтому первую мысль, которую я хочу вам сказать, это то, что мы являемся теми сосудами, которые желают употреблять Бог. В Библии написано, я хочу, чтобы вы в это поверили, написано, мы знаем, вы это знаете, когда наш дом, эта хижина разрушится, то есть, когда я умру, когда мы умрем, то мы имеем дом на небе, нерукотворенный и вечный. От чего же зависит мое будущее? Будущее мое зависит, кто или что в моем доме живет. Никто из вас не сомневается в том, что вы в свое время умрете. Но каким будет мое будущее? Что, кто живет в моем доме? Как я могу это узнать? Что живет во мне? В Библии написано, от избытка сердца говорят уста. Будущее наше зависит от того, что живет во мне, добро или зло. И если, например, в вашей жизни проявляется зло, то это не потому, что люди злые вас окружают, а потому, что оно у вас живет. Люди, которые окружают вас, они подтолкнули вас, как сосуд. А то, что в сосуде, оно выплеснуло снаружи. Вы потеряли покой, вы потеряли мир. Безусловно, Бог желает изменять нашу жизнь, слава Ему вовеки. Послушайте, в отличие от Бога, человек обычно, нас, как сосудов, он желает больше использовать, нежели употреблять. Как печально для человека знать, когда его куда-то пригласили, например, на важную встречу или на какой-то званный обед. И вдруг он узнает, что в сути не он нужен был здесь, а ему нужны были, просто этим людям нужны были ваши деньги. Как, правда, неприятные чувства? Вы чувствуете, что вас решили использовать. Или, например, такое состояние или такое дело, когда вас приглашают куда-либо, и вы начинаете понимать, что вы здесь совершенно никому не нужны. Нужно только ваше тело. Правда, обидно. Но так бывает. Бывает еще и такая ситуация, когда человек хочет подняться по какой-то лестнице, служебной или духовной, и он пытается привлечь вас на свою сторону, чтобы с помощью вашей подняться повыше, а потом выбрасывает вас как ненужную вещь. Обидно. Человек начинает понимать, что его просто использовали, что он, в конце концов, никому не нужен. От этого он чувствует себя крайне нехорошо. Так вот, в отличие от человека, Бог употребляет нас как сосуды. И когда он употребляет нас, то от этого мы выиграем больше, нежели он. Потому что через это мы благословлены вдвойне. Бог не ищет выгоды от человека. Бог желает человека употреблять для благословения других. Слава Богу за это. В Библии написано, 2 Тимофея 2,19, «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении». Большой дом образно – это мы или это церковь. Так вот, здесь написано, в большом доме или в церкви есть сосуды. То есть, мы сосуды в доме Божьем. Сосуды – это одно из названий, которым Слово Божье называет нас христиан. Дух Святой, подобно воде, наполняет наши сердечные сосуды. Я, люди старшего поколения, они знают, что было время, когда нам говорили, вот к нам приедут сосуды. И уже церковь все ожидала чего-то необычного, сверхъестественного, потому что так называли тех людей, которые обладали какими-то дарами духовными. Но я хочу вас спросить, а мы сосуды или не сосуды? Мы тоже сосуды. Вы слышите меня? Мы тоже сосуды. Послушайте, что об этом говорит Библия, которая Коринфянам 4 съем. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписывана Богу, а не нам. Мы сосуды, но мы можем обладать сокровищем. И Библия говорит, что вы, как сосуды, вы носите в себе это сокровище, если вы ее имеете. Но сосуды наши глиняные, чтобы слава была не человеку, а кому? Богу. Еще один стих, Деяние апостолов 9,15. «Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израильевыми». «Это было повеление от Бога Анании, которое Бог посылал к Савлу, и он ему сказал, «Иди, это тот сосуд, который я избираю для особых целей и служения. Пожалуйста, он будет возвещать о имени моем. И так, мы сосуд в руках Божьих. У вашем доме есть сосуды. Это определенные емкости, которые мы используем то на одно, то на другое дело. Даже в современной жизни мы не можем обойтись без сосудов в своих домах. Не так ли? Есть сосуды в вашем доме для украшений, а есть сосуды, которые вам жизненно необходимы. Итак, вы верите в то, что ты сосуд Божий? Верите? И Бог желает употреблять вас. Слава Богу! Послушайте, если вы как люди, как сосуды, там, где вы вращаетесь, там, где вы живете, несете мир, благодать, утешение, радость, значит, вас употребляет Бог. Если там, где вы живете, вы приносите какое-то разрушение, какие-то ссоры, какое-то напряжение, вас использует или употребляет дьявол. Мы сосуды, но в чьих мы руках? Мы сосуды, но кто употребляет нас? Мы сосуды, но какое содержимое? Чем мы наполнены? Вот это важно для нас сегодня. Для чего сосуды в Доме Божьем? Я уже прочитал, что в Доме Большом есть сосуды. Они разные, их много, но для чего эти сосуды в Доме Божьем? Для чего сосуды в Доме Божьем? Вообще-то, если вы будете читать, если вы будете читать Библию, вы там увидите, что в храме всегда присутствовали сосуды, хотя там приносились жертвы, хотя там являлся сам Бог, но там всегда были сосуды золотые, серебряные и так дальше. И когда случались войны, например, то обычно завоеватели они забирали эти сосуды, похищали, потому что эти сосуды имели определенную драгоценность. Сегодня я хочу вас спросить, вообще для какой мы цели здесь? Если вы верите в то, что вы сосуды, значит, следующий вопрос, для какой цели мы здесь? Может быть, для того, чтобы нас поставить всех в один ряд, чтобы мы ровно стояли? Может быть, мы для того, чтобы нас было много, как сосудов? Для какой цели мы здесь? Когда-то в Союзе мы жили, и там заготавливали все на зиму, консервировали. И когда эти банки трехлитровые освобождались, то какой-то период времени их просто сохраняли для будущего урожая? Они были пустыми, но в свое время они были хозяину или хозяйкой необходимы. То есть, даже если какое-то время они не были задействованы, они ожидали своего времени часа. Я еще раз хочу спросить, для какой цели мы здесь? Почему я здесь? Если я верю в то, что я действительно сосуд Божий, то я должен знать, что у Бога есть предназначение для меня и цель. А вообще назначение сосуда в чем состоит? Чтобы в эти сосуды что-то наливать, а потом употреблять? Как вы делаете с посудой на кухне, не так ли? Посуда пустая, она удовлетворения нам мало приносит. Но когда там что-то съедобное, еще и вкусное, то и сосуд как-то лучше выглядит. Бог желает наполнять нас для излияния. Слава Иисусу Христу! Почему Богу важен сосуд? Почему Богу важен сосуд? Потому что Бог всю работу на земле делает через человека. Все. Ему просто жизненно необходим промежуточный сосуд. Смотрите, например, во времена Илии пошел огонь с неба. Помните это событие? Неужели Бог не мог без Илии обойтись и просто так, чтобы огонь сделать, чтобы огонь упал на жертву и все. Но Бог всю свою работу делает через человека. Мы Богу нужны. Бог заинтересован в нас. Смотрите, как есть написано в Библии. Из Икиля 22, 30. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Бог желал защищать землю. Бог был обеспокоен положением города. Но говорит, чтобы прийти и помочь, мне нужен был просто один единственный человек, который бы стал бы в проломе, защитил эту землю и город. И говорит, я искал этого человека и не нашел. Но не нашел. Иногда небольшие люди, они играют ключевые роли в истории человечества. Смотрите, как начиналась история Давида. Он был пастух, но Бог употребил его могущественно для благословения всего Израиля. Бог, написано, нашел в нем человека по сердцу Бога. Больше того, запомните, неправильное использование сосудов навлекало гнев на страну и на царя. Я чуть позже скажу вам за Валтасара, который, помните, взял сосуды из дома Божьего. И за это, за то, что он сделал, он трагически погиб. Правильное использование сосудов может радикально изменить ваше окружение, освобождать от рабства и служить благословением для многих и многих сердец. Слава Богу! Я хочу привести вам библейский пример, как Бог может употреблять человека как сосудов в своих руках. Это пример из жизни Елисея. Что сделал Елисей в свое время для бедной вдовы? Вы знаете, я это место читаю неоднократно. Неоднократно проповедовал, но каждый раз он открывается снова и снова, наполняя нас жизнью и благословением. Четвертая книга царств, четвертая глава, здесь написано с первого стиха. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой, мой муж умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец, взял обоих детей моих в рабы тебе. Очень такая печальная история. Здесь идет речь о человеке, который был пророком Божьим, но случилось так, что он умер. И самое ужасное было то, что после себя он оставил большие, большие долги. Пришли кредиторы с целью забрать свое, забрать свои деньги, но так как нечего было взять, последнее, что можно было отнять у этой вдовы, это ее детей. Для матери это было ужасно. И здесь написано одна из жен сынов пророческих с воплем. Вопль – это крик души. Это крик души от полной безысходности. Это крик отчаяния. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Я действительно хочу тебе помочь. Скажи, что у тебя есть в доме? Моя ситуация ужасна, но я хочу тебе помочь. Она сказала, нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. Вообще елей – это преобраз Духа Святого. Она в то время еще этого не знала, но почему-то хранила это как драгоценность в твоем собственном доме. Итак, послушайте. В настоящее время должников немало, то есть попадают в долги многие, к сожалению. И так случается, что даже и мужья умирают. Но эта вдова, она чем-то отличалась от остальных жителей земли. написано, в его доме ничего было, ничего не было, чтобы можно было бы продать и покрыть долги. Вы знаете, что мы живем в такой стране, что у нас тоже здесь за долги практически все забирают. И машину, и дом, все, что можно взять, может быть, кроме детей. И вы часто понимаете то, что я сейчас говорю. Но, но в этой вдовы, когда приходит какой-то кризис, вы начинаете думать, что можно продать, чтобы выйти из затруднительной ситуации. Но в этой женщине не было абсолютно ничего. Он не случайно спрашивал, скажи, что у тебя дома, я хочу тебе помочь. Но в доме, но в доме ничего нет, кроме просто, можно сказать, ужасной трагедии. Забирают детей. Вообще, дьявол, если что-то похищает у человека, то он обязательно возвращается туда снова и снова, чтобы забрать окончательно и все. Он приходит, написано, украсть, убить и погубить. И пока он не достигнет цели, он не успокоится. И вот эта женщина, попала в тяжелейшую ситуацию, я не думаю, что кто-нибудь из вас соприкасался с подобной ситуацией или будет соприкасаться в будущем. Но тем не менее, я знаю, что у вас есть определенные нужды. И здесь я нахожу ключ для себя, как вы можете эти нужды, как эти нужды вы можете просто разрешить или как они могут быть восполнены. Она сказала, нет в моем доме ничего, кроме сосуда с елеем. И она хранила этот сосуд как драгоценность. Он сказал ей, это Елисей, я читаю дальше, пойди попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних или пустых, набери немало. и наливай во все сосуды полные, отставляй. Она говорит, когда у тебя ничего нет, кроме сосуда, сделай следующее, пойди собери сосуды на стороне, займи у соседей пустых. Он так сказал, я думаю, что пустой сосуд тебе всегда дадут. Вот полный не всегда получается, полный иногда жалко, пустой, пожалуйста, набери. Не было сказано, сколько собрать. Но масло текло, потом я прочитаю, до тех пор, пока не наполнились все сосуды. То есть, если бы она больше собрала, значит, больше было бы и масла. И когда все сосуды наполнились, масло остановилось. Моя тема сегодня сосуды, которые употребляет Бог. Бог, Он есть наполняющий наш сосуд. И Он наполняет, наш сосуд для определенной цели, для излияния. Чтобы то, что мы получили от Бога, мы этим поделились другими. Бог наполняет для излияния. Человек духовно умирает, если все, что он принимает, он оставляет все самому себе. Если через человека ничего не течет к другим, он жанят самим собою, он эгоист, он умирает внутри. Поэтому, церковь тоже, если она не готова отдавать, если она не приготовлена, как сосуды, она будет медленно, но уверенно умирать. Мы призваны восполнять нужды других. Слава Иисусу! Елисей сказал, пойди продай масло и заплати долги твоим, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими. То есть, он ему говорит, собери сосуды, потом полилось масло, масло оказалось много, и оно имело определенную цену, драгоценность. И он ей говорит, пожалуйста, расчистайся с долгами, причем денег у тебя будет сколько, что то, что останется у тебя, ты сможешь с помощью этого жить. Вы знаете, что я здесь нахожу для себя? Здесь я нахожу для себя преобраз, как правильный сосуд, чистый сосуд, послушайте меня внимательно, в котором присутствует елей Духа Святого, он способен освобождать человека от рабства, избавить человека от долгов и разрушить всякие узы, греха и тьмы. Вот почему Бог говорит сегодня, искал я у них человека, приготовленный сосуд, который пришел бы на помощь мне, который я мог бы употребить для благословения города, для благословения страны, для благословения церквей. Бог все делает через человека. Вы знаете, какое я нахожу здесь для себя утешения и благословения? Послушайте, если вы сосуд Божий, и если вы наполнены елеем Святого Духа, то вы выжите при любых обстоятельствах вашей жизни. Никакое будущее вас не должно смущать. Обычно люди говорят о том, что нас ожидают большие потрясения экономические, большие испытания и горе, и беды. Я думаю, если это даже возможно, то единственное, о чем вы должны думать, о чем мы должны заботиться сегодня, это о том, чтобы мы были как сосуды в руках Божьих, наполнены самим Богом и отображали Бога в своих глазах, чтобы Он был виден на нашем лице, чтобы Бог был виден в нашей практической жизни, в нашем поведении, сосуд полный елея. Скажите вместе со мной, сосуд полный елея. Послушайте, послушайте сейчас очень важную истину. Если вы имеете этот сосуд, если вы этим сосудом являетесь, то если вы даже потеряете все, имея этот сосуд, ты ничего не потерял. Я не знаю ваших приобретений, я не знаю ваших потерь, но я знаю, что есть бесценные ценности, есть непроходящие сокровища, есть то, что человеку желает дать непосредственно Бог, приготов свое сердце для принятия Божьей благодати и даров во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Сосуд полный елея. Если действительно это представляло какую-то ценность, то послушайте, почему же она не пошла на какие-то компромиссы и не начала продавать по частям это масло, чтобы покрывать долги? Нет, она знала в то время, что я могу и здесь уступить, и здесь, и это могу потерять или отдать, но за это я буду стоять на смерть, потому что только это поможет мне выжить в любых обстоятельствах моей жизни. Вот что должен знать христианин. Есть вещи, которые проходящие, сегодня они есть, а завтра их нет. Человек что-то накапливает и думает, это будет запасом, это будет как бы гарантией моим обеспечением на будущее, но послушайте, единственное средство, которое действует эффективно во все времена и во всех поколениях, я еще раз повторяю, сосуд полный гелея. Каким ты человеком являешься внутри? Послушайте, иначе, когда придут испытания и ваш сосуд подтолкнут просто извне какие-то обстоятельства, и если вы просто будете опрокинуты, послушайте, содержимое ваше прольется, хорошо, если оно есть. Очень часто наши пустые сосуды, просто пустые, ничем не заполнены, иногда не заполнены чем-то другим, но иногда, друзья мои, когда что-то подобное случается в нашей жизни, ваш сосуд опрокинули, к вам отнеслись грубо, не по-человечески, вас не поняли, к вам не подошли, вас просто опрокинули, то если ваш сосуд полный этого благоухания, елея, то комната, окружение наполнится благоуханием, а во отче, людям будет приятно там оставаться и жить, послушайте, иногда люди, послушайте, они наполнены настолько гордыней, живут сами собой и для себя, что туда налить ничего невозможно, это как вздутый шарик, его надо сначала проколоть, а потом что-то предпринимать, но когда эта иголка приближается к этому вздутому шарику, он начинает кричать, орать, и говорит, я умираю, спасите меня, но иногда это жизненно необходимо для вас, вас надо просто спустить, потому что вы слишком раздуты, поэтому все Божье, что Бог предлагает тебе, оно не воспринимается вами, вы очень заняты самим собою, вы высокое мнение о себе, послушайте, все это сегодня есть, а завтра никому это будет не надо, но есть бесценные вещи, еще раз повторяю, это сосуд полный билея, и если этим вы обладаете, если вы этим живете, то вы служите огромным благословением для окружающих, и когда Бог находит этого сосуда в лице Елисея, послушайте, тогда вот эти все узы, все долги, всякое рабство, оно навсегда исчезнет из вашей жизни во имя Иисуса Христа, Библия говорит, ищите прежде Царства Божьего, да или нет, позаботься о своем сосуде, позаботься об этом елее, остальное я дам тебе, а мы думаем, что когда мы все остальное приобретем, тогда и елей пребудет, нет, это должно быть в начале, это должно быть началом твоей жизни и концом, потому что Он есть Альфа и Омега, слава Иисусу, Христос пришел в мир, не для того, чтобы мы вспоминали о нем, но чтобы родиться в вашем сердце, Христос пришел в мир, для то год, чтобы в вашем сердце было место для Него. Сегодня можно сказать и заботам, и веселью, место в сердце ты даешь, а умершую за грех твой неужели оттолкнешь, место в твоем сердце для того, кто есть, кто был и снова грядет, если место в твоем сердце для того, кто был однажды рожден и воскрес, и это он сделал для тебя, если в твоем сердце для него место. Господь, моя молитва, чтобы Бог приготовил нас как сосуды, Бог приготовил для нас свежий елей, а во отче. В Библии написано, да будут одежды твои во всякое время светлые, и да не ускудевает елей на голове твоей. Не должно быть никакой бедности в этом вопросе. Елея должно быть достаточно много, потому что когда священника помазывали елеем, послушайте, то когда проливали на его голову, то елея было так много, что елей стекал по его одежде. И даже капал просто на эту землю, на пол. И когда священник двигался, помазанный елеем, то вся комната наполнялась благоуханием. Там совершалась работа Духа Святого, Ава Отче. И когда такой священник входит в какой-то дом, то там где есть тревога, там водворяется покой. Там где нет мира, туда приходит примирение во имя Иисуса, потому что он сам в себе несет это. Богатство души это то, в чем нуждается человечество. Я хочу, чтобы сегодня, вы сегодня внимательно услышали то, что я хочу вам сказать. Еще одна важная мысль. Продолжая эту тема я хочу сказать, каким должен быть наш сосуд. Каким я должен быть, чтобы Бог мог меня употреблять. Моя тема сегодня сосуды, которые употребляет Бог. Сосуды, которые употребляет Бог. Каким должен быть сосуд? Момент номер один. Пожалуйста, запомните это. Сосуд должен быть каким? Чистым. Аллилуйя. Скажите вместе со мной, сосуд должен быть чистым. Я не знаю, как вы, я люблю очень чистую посуду. Я знаю такие дома, что один помыл, а другой перемыл. Бывает такое. Я вообще люблю кушать с чистой ложки. Человек вообще не воспринимает ничего нечистого. А как вы думаете, А Бог тем более. А Бог тем более. Смотрите, что говорит Библия. Второй Тимофею 2.20. И так, кто будет чист от сего, тот будет сосудом чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Послушайте, мы думаем, что добрые дела могут творить все. Но Библия говорит иначе, она говорит так, что кто будет чистым сам по себе, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Вы знаете, вы можете делать какую-то добродетель, но в отличие от вас, когда вас употребляет Бог в добром деле, то ваша помощь для ближних бесценна, она всегда будет вовремя и она будет ответом на определенные нужды по имя Иисуса Христа. По имя Иисуса Христа мы иногда ничего не делаем, а иногда делаем то, в чем другие не нуждаются, потому что понимаем, делать что-то надо. Послушайте, послушайте, у Бога есть план на твою жизнь, у Бога есть дело до нас, Бог желает какие-то дела совершать через нас, но для этого надо выполнить вот это слово. Кто будет чист, тот будет угоден и благопотребнен. Бог нуждается в тебе. Бог не может выполнить определенную миссию в вашем городе, в вашей церкви, потому что мы бываем к этому не готовы. Еще один стих, 1 Фессалликисом 4, 3, 4. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от плуда. Дальше, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. То есть воля Божья есть освящение ваше. Святой освящается что еще? Мы должны быть святыми и чистыми в глазах Божьих. Дальше написано, чтобы каждый из вас мог уметь, вы должны этому научиться. Что я должен уметь? Я должен учиться, я должен работать, да или нет. Но я должен научиться главному уметь соблюдать свой сосуд в святости и чести. Скажите аминь. Послушайте, что такое здесь подчеркивается святость и чистота сосуда. Что такое честь? Честь это внутреннее достоинство человека, доблесть, честность, благородство души. Это чистая совесть пред Богом. Честь. святости и чести. Честь это мужественная стыдливость. Стыд и честь как платье. Чем больше они потрепаны, тем беспечнее к ним относишься. Еще раз. Стыд и честь как платье. Чем больше оно потрепано, тем беспечнее вы к этому платью относитесь. Берегите честь с молодым. храните себя в честь. Не навлекайте на себя без чести. Мы иногда думаем, что если мы будем молиться, будем поститься, то мы сможем избавиться от грехов. Но истина состоит в том, что мы будем всю свою жизнь искушаемы от греха. Но нам надо научиться, послушайте меня, научиться соблюдать свой сосуд как? святости и чести. Почему я должен этому научиться? Потому что Библия говорит, очистите себя вносящие сосуды Господни. Очистите себя для Бога. Очистите себя вносящие сосуды Господни. Я есть сосуд в руках Божьих. И я не знаю больше блаженства на земле как то время, когда Бог употребляет меня. Мне кажется, я тогда нахожусь на десятом небе, потому что благодаря этому моменту не только окружающим меня хорошо, а мне очень здорово. Это не только волнует человека внутри, оно преображает меня. Слава Иисусу. Вы знаете, что если река течет в определенной местности, то она несет жизнь для деревни и для города. Если что-то приятное протекает через вас, вы даете возможность этому течь, вы будете благословлены удивительным образом. Вот почему Бог желает нас наполнять слава Иисусу. Итак, каким должен быть наш сердечный сосуд? Чистый. Бог будет употреблять что-то нечистое? Нет. Нет. Сосуд должен быть чистым. Следующий момент. Сосуд должен быть свободным. Сосуд должен быть свободным или пустым. Какие наши сосуды сейчас? Послушайте, можно ли в ваши сосуды что-то налить? Я бы вас об этом спросить. просто есть ли там место? Представьте себе, что вам предложили покушать, а вы пришли и видите много еды, но вам тарелку не предложили, просто нету никаких стаканов. Вы можете наблюдать, но вы можете как-то там изловчиться, что-то взять руками, послушайте, но вам будет очень неприятно и неловко. Почему? Потому что вам не предложили, кажется, главного, куда можно все это положить. Если место в моем сердце, Бог, он есть дающий, Бог, аминь, Бог что-то приготовил для этого собрания, нету такого человека в этом зале, кому Бог не желает что-либо дать. Бог дает от щедрой благословляющей руки, но он говорит, если вместо твоем сердце. Мы должны быть пустыми, иначе туда положить что-либо будет просто невозможно. Сосуд, сосуд, надо сначала перевернуть. Я вообще, кстати, даже специально принес вот такой сосуд. Дети здесь есть? Внимательно слушайте меня, у меня здесь есть конфеты. Если бы я вас пригласил кого-нибудь и сказал положите сюда с десяток конфет, я хочу вам сказать, что у вас вряд ли получилось бы это, потому что этот сосуд полный. Вы бы не положили не потому, что этот сосуд является плохим, но у вас бы не получилось потому, что он заполненный уже до отказа. Еще раз повторяю, ваш сердечный сосуд, он должен быть каким? Пустым. Тогда только можно в этот сосуд что-то ложить или наливать. Я хочу, чтобы сейчас вы послушали важное Слово Божье относительно приготовления нашего сосуда. Послушайте, я читаю Еремии 48 глава, и я буду читать с 11 и 12 стиха, запишите или запомните это слово. Здесь написано об одной народности, Моавитяне, Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его и запах его не изменялся. В жизни не было никаких перемел. Он посещал церковь, он периодически молился, но в жизни ничего не менялось. Бог говорит, посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его, сосуд должен быть каким? Свободным. Свободным. Что это за состояние? Послушайте, вот человек взрослеет, пришла благословенная юность, но есть одна проблема, когда ваша юность проходит очень спокойно. Родители заботятся о многих вещах, вас греют, питают, одевают. Вы не проходите через какие-то трудности, все улыбается вам. С одной стороны, это жизнь, жизнь такую иметь неплохо, но послушайте, наш характер формируется в бурях и испытаниях нашей жизни. Спокойно жить это неплохо, но от этой жизни мало что меняется в человека внутри. Он внешне может выглядеть благородным, но внутри он остается таким же. Что этому способствует? Почему так мало сегодня положительных перемен в людях? потому что жизнь наша достаточно спокойная. Я не боюсь, не переживаю за будущие трудности. Я переживаю серьезно за состояние свое сердце. я знаю, что если я буду готов, то я эти трудности перейду. Больше того, они только закалять будут меня. Больше того, они выплавят из меня чистое золото. я не боюсь никаких испытаний не потому, что они желанны для меня, но благодаря им я начинаю узнавать себя. Я вижу свою несостоятельность и я изменяю свою жизнь к лучшему. Мама от юности своей был в покое. Спокойная размерная жизнь. Это одна из причин, почему иногда трудно пробудить человек. Он говорит, все у меня хорошо, не трогайте меня. Я согласен, чтобы и таким течением жизни было и дальше. Я не против, послушайте. Но кто может гарантировать, что это будет и завтра? Скажите, пожалуйста. Кто может гарантировать, что это продолжится еще целый месяц? Кто? Скажите, никто. Но послушайте, за покоем иногда приходит буря. И вся суть в том, насколько ты приготовлен эту бурю встречать. Только тот, кто не растеряется в бурях, тот будет благословен и в спокойной жизни. Аллилуйя. Мау от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих. Это человек рос в глазах своих. Я не знаю, какого мнения о себе, но иногда или зачастую человек неплохо думает о себе, об остальных как получается. О, Господь, вы можете вырасти так в своих глазах, что вас знакомые будут не узнавать. Слышите меня? Я хочу вас что-то важное сказать. Если вас распирает гордыня, послушайте, в такой атмосфере дышать трудно. Лично я готов убегать оттуда, потому что я себя очень неуютно чувствую среди гордецов. Это тошнит человек. Это путь в никуда. Это разрушение взаимоотношений. Это просто жизненный тупик. Говорят, не хвали сам себя, пусть как. Люди похвалят. А мы и не выражаем словами, но мысленно думаем, слава Богу, выучился, слава Богу, профессия, слава Богу, у нас есть за что благодарить Бога? Да, это слава Богу, но это не главное. Главное, какой ты человек внутри. Почему? Потому что твое образование, твои таланты, они могут поднять тебя высоко, но только характер поможет тебе удержаться на этой высоте. Если ты не сформировался как личность, твоя жизнь будущая туманна, ты принесешь страдания людям, твоя семья от этого будет только страдать. Но слава Богу, что Бог работает над нами. Сидел на дрожжах своих, и не был переливаем из сосуда в сосуд. Что это за переливание? Вы знаете, что отчасти проповедник впереди меня говорил, иногда даже в христианстве Бог так делает, собирает в одну группу, в одно собрание, баптистов, разных первоисповеданий, писядников, харизматов, разных-разных. Единственная цель, чтобы эти люди научились вмещать других. А люди иногда становятся в позу, слушайте, мне не нравится, я ухожу. Ты не случайный человек здесь. Если ты не научился вмещать других, ты вообще ничему не научился в христианстве. или, например, у вас дома часто бывает напряжение. Кто-то постоянно нарушает ваш мир. И вы думаете, как избавиться от этого человека? Слушайте, я хочу вам сказать важную истину. Этот человек вам жизненно необходим, как воздух. Это ваше благословение. Только он единственный может послужить к изменению вашей жизни. Не станет его, ты в своем покое погибнешь. я не хочу просто безоблачной жизни, понимаете? Я хочу той жизни, той жизни, когда во время испытаний и бурь я способен петь Богу песни. Меня мало захватывает церковное пение, но меня очень привлекает такое состояние, когда душа человека поет. Аллилуйя! Слава Иисусу! Слава Иисусу! О, какое благословение, когда Бог собирает нас вместе в большом обществе и начинает нас переливать, переливать, переливать. А я должен вместить всех вас, а вас-то много, я один. И наоборот, вы можете меня вмещать и всех остальных. Вам это не очень хочется, но вам это жизненно необходимо. Вы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. скажите, и не себе угождать. Будешь себе угождать и останешься сам с собой. Подумай, чтобы ему было хорошо и тебе легче стать. слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Поэтому послушайте, вы не должны быть таким сосудом с крышечкой. У меня крышечка, видите? Она красивая, понимаете? Но пока она здесь, в этот сосуд что-либо положить просто невозможно. я хочу вам сказать в собраниях таких немало. Сосуд нормальный, чем-то наполненный или пустой, но он с крышечкой. Хотите знать, кто эти люди? Я вам скажу, это такие люди, когда вы обращаетесь к нему за помощью, сказать, вот надо какое-то дело сделать, помоги мне в этом. Он говорит, на ближайшие две недели я занят. этот сосуд выглядит красиво, но он непригоден, но он неприготовлен для благословения других. Послушайте, он хорошо блестит, но он совершенно бесполезен людям. О чем вы заботитесь? О внешнем блеске или о том, что происходит в вашем сердце? Вы пытаетесь удивлять кого-то, одеждой в Америке? Я просто хочу вам сказать, остыньте. Вы пытаетесь удивлять здесь каким-то необыкновенным бракосочетанием или машиной? Послушайте, остыньте. В этом обществе практически удивлять, удивить человека практически нечем. В этом плане мы себя уже исчерпали. Единственная драгоценность это сосуд полный елея. Появляется такой человек в любом обществе и общество приходит в движение. И там, где присутствовала смерть, туда водворяется жизнь. Бог желает наполнять нас этой жизнью. Слава Иисусу. Аллилуйя! Аллилуйя! Каким вы сосудом являетесь в руках Божьих? Это очень важный момент. Послушайте, если так случилось, послушайте, если вдруг вас не стало, например, в большом собрании или в церкви, что происходит? Вы уехали куда-то, например. Скажите, пожалуйста, откуда вы уехали, это собрание почувствует ваше исчезновение или нет? Бывает и так, и по-другому. Так вот, послушайте, если они почувствуют, что вас не стало, значит, вы не просто присутствовали в этом собрании, а вы жили семейной, полноценной, благословенной жизнью. А если они не почувствовали, то вы являетесь сосудом с крышечкой. На вас было приятно посмотреть и все. Но это не та красота, которая хочет видеть человек и Бог. Больше того, вы знаете, как бывает? Человек исчезает в церкви и еще удивляется, говорит, а ко мне даже никто не позвонил. А мне даже не вспомнили. Послушайте, да если бы ты был сосудом в честь, то тебя бы с-под земли нашли. Но так как ты не приносил никакой пользы, ты остаешься бесполезным сосудом, но твоя трагедия в том, что ты не видишь себя, а обвиняешь других. Твое восстановление начнется, когда ты обратишь внимание на свое сердце. Что происходит в тебя внутри? Не так важно, как люди к тебе относятся, но очень важно, в каком состоянии твое сердце. Господь, помоги нам жить, угождая тебе. Последний каким должен быть наш сосуд. Сосуд должен быть посвященным. Вы видели когда-нибудь вот такие матрешки, помните, их там рисуют так красиво, потом недорого или продают на сувениры. Послушайте, что такое сосуды в Доме Божьем? Если вы обратитесь в Старый Завет, вы там увидите, что эти сосуды, которые были в домах Божьих, их помазывали елеем, их покрывали елеем с единственной целью, чтобы этот сосуд, и кто будет обращаться с этим сосудом, они знали, что эти сосуды посвящены на служение Богу живому. Аминь. То есть они посвящались на святое дело. Это очень серьезно. Послушайте, сделайте анализ своей жизни. Первое, о чем вы должны думать сегодня, является ли ваш сосуд чистым? Является ли мой личный сосуд чистым? Если вы будете приготовлены, запомните, Бог будет употреблять вас. Второй момент, являетесь ли вы свободным сосудом. Послушайте, как вы можете иметь эту свободу? Например, вы пришли в церковное собрание, вот есть такое состояние. Пришел человек, сидит, надежда чем-то наполнится, но единство, чем он занимается, он отвечает на текст месседжи. Послушайте, да, это трагедия, может быть, это кому-то я открываю какие-то тайны, на молитве склоняется пониже. Не потому, что смиренный такого пред Богом, а потому, чтобы никто не увидел, чем он занимается. Сосуды в Доме Божьем, это серьезно. Это не просто время провождения хорошей, это не просто общение с кем-то, а это новая жизнь в Иисусе Христе. Аллилуйя! Слава Богу, скажите, Господь есть добрый и живой, Он желает благословлять Свой народ, Он желает наполнять наши сосуды. Итак, послушайте, сосуды в Доме Божьем должны быть свободны, если вы заполнены в своем сердце чем-то другим. Послушайте, вы знаете, какое ожидает вас будущее? Бог сделает все возможное, Бог будет трясти так вас, что вам будет трудно удержаться на ногах и никакой фан вам не поможет. Пока Бог не вытрясет, все свинцовое внутри каждой из вас. Вы скажете, Боже мой, почему мне трудно жить? Только потому, что ты трудно поддаешься обработке. А Бог говорит, я не случайно умер на кресте за вас. Я не только твой спаситель, но я хочу помочь тебе достичь вечности. И я сделаю все возможное, чтобы у нас с тобой получилось. Разрешите Богу действовать в вашей жизни. Бог Он есть добрый Бог. Аллилуйя. Я не знаю, есть ли какие-либо потрясения в вашей жизни. Я не знаю. Но они усилятся не потому, что кто-то тебе плохо чего-то либо желает. А только потому, чтобы вытрясти, вытрясти, вытрясти всякую золу, всякую зависть, всякую гниль. Вы знаете, как трудно человеку жить, например, или картошкой, даже находиться рядом с гнилой картошкой. Что будет с настоящей? Она от этого пострадает. Поэтому мы должны сегодня научиться, мы должны просто бороться за жизнь. Я приведу вам один такой пример, посвященный сосуд, что это значит. Когда-то царь Валтасар, он имел победы большие, завоевания, и он отмечал эти победы по-царски. Столы просто были завалены пищей заморской, приморской, как сказать, слух гостей был тысячи. все было хорошо в этом государстве и в этом царе. Но однажды почему-то ему пришла в голову мысль. Вот мы пользуемся всем, что мы имеем, а почему бы нам не взять сосуды из Дома Божьего и просто сделать такую хорошую гулянку, просто отдохнуть. Вы знаете, что есть те люди, которые посещают церковь, но они периодически или временами отдыхают от праведности. Почему-то они считают, что праведность это надо на время, а временами можно и расслабиться, особенно если меня никто не видит. Вот так Валтасар жил, и он взял сосуды из Дома Божьего, и говорит, слушайте, гости, уважаемые, до чего я уже дорос? Я не только пользуюсь своей золотой серебряной посудой, я из Дома Божьего все забрал. Это не простые сосуды, они не просто хорошо выглядят, они еще и посвященные. Но что для нас это посвящение? Что для меня то, что я когда-то Богу обещал доброй совести служить? Совесть, она как совесть. Иногда говорит, хорошая мне, а иногда не очень. Но так хочется, послушайте меня, так хочется иногда расслабиться. И послушайте, что было потом. И когда он этот праздник устроил, вдруг он видит, послушайте, видение, которое потрясло его душу, рука, не видать, кто пишет, рука на стене, написано, это я не читаю, чтобы сокращать времени, она пишет на стене, там написано, мене, мене, текалу, парсин. И когда ему прочитали то, что было написано, то там было написано следующее, ты взвесен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и отдано твоим врагам. И самое ужасное было для этого царя, что в следующую ночь этот царь был убит. То есть изменить что-либо в его ситуации было уже невозможно. Почему он погиб? Потому что посвященное Богу он взял и употреблял для собственного удовольствия и для своих личных услад. Братья и сестры, все, что посвящено Богу, оно должно принадлежать Ему. И вы не думайте, что, например, ваша проповедь будет эффективна, если вы пытаетесь кому-то проповедовать об Иисусе, а люди вас невнимательно слушают. Иногда так бывает, потому что на следующий день вы же эту компанию развеселяете просто анекдотами. А потом удивляетесь, почему они невнимательно вас слушают. Потому что они еще смотрят, как ты живешь. Посвящение сосуда. Это очень серьезно. Вы наблюдаете, что нам христианам часто почему-то чего-то не хватает. То чистоты, правда, то посвященности, то жажды. Но, уважаемые дети Божьи, послушайте, то того времени, пока вы будете чувствовать внутреннюю пустоту, ваша духовная жизнь небезнадежна, то того времени, пока вы будете сохранять жажду, Бог, послушайте, Бог будет изливать свой елей. вы знаете, сегодня мало благодати? Потому что сосуды очень загружены, некуда наливать, а Бог, как говорит, только полные отставляй. Послушайте, и когда мы в таком состоянии являемся при лице Божьем, то единственное, что можно Богу, это нас переставить с одного места на следующее. Послушайте, но Бог собирает нас не для того, чтобы нас переставлять от собрания к собранию, но Бог собирает нас, чтобы нас наливать, наполнять Святым Духом. Сегодня Бог приготовил свою благодать и дары, но Он ищет суд, открытый для Иисуса, открытый в смирении, открытый в покаянии. Снимите эти крышечки и пытайтесь пыть в глаза другим людям бросать. Не выдавайте себя за того человека, которым ты не являешься. Просто смирись пред Богом. У Бога есть благодать для нас. Как бы я хотел, чтобы мы как церковь приходили при лице Божьем и говорили Господь, я опустошен. Если ты не дашь мне новую порцию елея, без тебя не в состоять делать ничего. Господь, я возвращаюсь домой, где меня ожидают бесконечные долги или семейный хаос. Я не знаю, что делать. Я опустошен внутри, но сегодня я чувствую, как я нуждаюсь в тебе. Прикоснись ко мне, даруй мне твою благодать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!